15 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2974, тема «Проповедь благовестия». «Обходите тысячи квартир с приглашением на занятия и раздаете ваши материалы, и каков ваш улов?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мизерный, но в единой спасенной душе может быть поддержка целому городу». Деяние апостолов, 16 глава, 14 стих. «И одна женщина из города Феатир именем Лидия, торговавшая Багряницую, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз в сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 42 стих. «О женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, и вас сами слышали, и узнали, что Он истинно спаситель мира, Христос». Кавычки открываются. «В 2000 году я обратилась к вере Божией. В ноябре к нам в квартиру позвонили, я открыла, это был Игнатий Тихонович, и он дал визитку о том, что в Алтайском государственном университете проводят занятия от толкования Библии. Я ответила, мне это не нужно». «Я с детства хотела познать о Боге, но никак не получалось, хотя уже появилась возможность перебрести божественную литературу, но я ее не понимала. Когда я стала посещать занятия, то я так же сидела, как чурка, но слушала с удовольствием. Но когда наступило время идти на занятия, ноги и душа вели меня, очень хотелось понять хоть немного. Большое желание было пойти в храм на службу и принять крещение с полным трекратным погружением. «Таким путем я пришла к вере Божией и прилипла. Господи, укрепи меня в вере. Я благодарю нашего Господа Бога, что Он привел меня к себе на старости лет после такого блуда. Низкий поклон Игнатию Тихоновичу за его труд, за благоествование Слова Божия, что кормит нас духовной пищей, да хранит его Господь. А насчет соединения с Московской Патриархией и на всю волю Божию. Аминь». Гончарук Александра Михайловна Антонова, 61-73-42 «Уходит оголтелый коммунизм с их идолом, маразмом и гулагом. Опять как будто бы затеплилась в нас жизнь, но отчего ж не все как будто ладно. На вышках часовых уже не видно, и сами вышки сильно накренились. В раздрае перестройки так же гибнут, хотя культ личности ушел и сам его кормилец. «Так отчего житает наш народ? Непоправимо генофонд разжижен. Как цены холмики растут, подземный крот горбатый носом давит, как пружины. Подкоп под нацию, а значит под Россию, и тужится распад остановить. Голосовали сами и спросили таких правителей, и море изобид. Союзы, партии, содружество не в счет. Катастрофическая безнравственность вылазит. Международный заговор со всех сторон печет. Надуло бессердечных и безглазых. Нет улучшения, и год от года хуже. Архибольшевики в купцов преобразились. В обнимку президенты с патриархом дружат. В иконостасах не образа, а образины. Не нужно без бестолку на храмы истощаться и тратиться на крестные ходы. Не в мироточение воскресения счастья. В пустыне жаждущим додаст Господь воды. Осмыслить прошлое лишь с Библией возможно. По слову Божию в деталях рассмотреть. Бежать от диспутов чужих, пустопорожних. В тех водоемах, треснутых, давно вселилась смерть. Зачем спасать пьянчук и наркоманов, избравшие прихоти зароиться в песок? Христос есть истина, в которой нет обмана. Он на руках своих до царства донесет. 31 января 2006 года. Игнатий Лапкин.